Обычно подобные встречи проходили в рамках областного уровня, так что выездное заседание общественного совета в наш город можно назвать первым в плане работы обсуждение деятельности местной общественной организации объединения предпринимателей округа Муром во взаимодействии с органами местного самоуправления, правоохранительными органами и предпринимателями. Был заслушан доклад Валентины Блиновой, исполнительного директора объединения предпринимателей округа Муром. Александр Корабушин, недавно назначенный февральским указом губернатора Светланы Орловой, уполномоченным по защите прав предпринимателей, по всей территории Владимирской области, оценив работу муромского бизнес-сообщества, назвал ее очень активной. Впечатление создало следующее, что есть конструктивный диалог, есть взаимопонимание между определенными структурами и бизнес-сообществом. Хочу отметить то, что бизнес-сообщество на территории округа Муром очень активно. Своё мнение о взаимодействии бизнеса и власти в ходе совещания выразил и руководитель совета, заместитель прокурора Владимирской области Эдуард Селезню. Беря на себя ответственность оценить ситуацию идеально и абсолютно безапелляционно, хочу сказать, что нам этот градус понравился. Есть открытый диалог между властью, есть открытый диалог между контролирующими правоохранительными органами и предпринимательскими сообществами. Муромское предпринимательское сообщество в областном срезе выглядит очень активно. Они всегда в живом диалоге обсуждают все проблемы, они всегда являются заводилами каких-то новых направлений, новых изменений в деятельности, инициативы в изменении законодательства постоянно нам преподносят. Поэтому мы привыкли работать с муромским сообществом как наиболее активным предпринимательским сообществом на территории Владимирской области. По крайней мере, так это выглядит глазами органов прокуратуры. Тональность конструктивного разговора была обусловлена встречей главы округа Муром Евгения Рычкова с предпринимателями города. Накануне состоялось собрание Координационного совета по развитию малого предпринимательства при главе округа в новом составе. Работающий эффективный общественный орган прежде всего нацелен на помощь малому бизнесу. Я жду от членов совета Координационного их предложений, рекомендаций и критики там, где это необходимо. Люди собрались активные, грамотные, энергичные, профессиональные в своих вопросах. Поэтому я их считаю своими советниками и помощниками. Мы должны выстроить прямой диалог между предпринимателями и администрацией. С совместными усилиями мы будем развивать предпринимательство в округе Муром. А это сегодня и туризм, и не только торговля. Это и туризм, это и мелкие производства, это и сфера услуг. Поэтому, собственно говоря, примет для поля деятельства очень большой. И в конечном счете развитие города будет зависеть от деловой активности наших промышленников и предпринимателей. Одним из вопросов работы Координационного совета при главе стало приглашение к открытому диалогу всех заинтересованных сторон. До 15 марта свои предложения для дальнейшего обсуждения в совете можно сдать в приемной администрации, либо в объединение предпринимателей. Следующий вопрос – участие малого и среднего бизнеса в государственных и муниципальных закупках. Большое внимание главы округа уделено привлечению в Муром покупателей из других регионов.